Всем привет! Сейчас мы посмотрим новое видео от Закатуна, которое называется «Случай на дискотеке». Мне... хотела сказать, подожди... Хотела сказать, что я уже смотрела прошлый ролик, я с него жёстко вообще угорала, как раз он там рассказал, как он отдыхал в лагере, я надеюсь, что это тоже будет очень смешное видео. Поехали. А, это он играет. У него всё время какие-то парышни. Закатун продакшен. Закатун продакшен аккорд студио. Лето наступило, мне повестка поступила, от родителей сигнал, чтобы в лагерь я скатал. Не хочу, маман, сказал, я в гробу там всё видал, аргументы не б***ли, собираю я мешки. Мы явились на перрон, 18-й вагон, заползли на полки, сели, всю простоту отсидели. Всю простоту отсидели. Нас приветствует дурдом, оглянуться не успели, предков нету, неужели мы признали, что попали, не по нраву нас не звали, но спустя денёк-другой не хотели мы домой. Я не знал, что будет там, так прикольно пацанам рассказал, и мы решили, что не зря нас убедили. В лагере, в лагере были, в лагере, в лагере... Я прям пив сел. Вообще. В лагере, в лагере были, в лагере были, в лагере были. Уже качает, да? В лагере были, в лагере были, в лагере были, в лагере были. О чем задумался? Да, думаю, как вырасту, надо мультик про это сделать. Привет, как и обещал... Прикольное вступление, да? ...план по лайкам, представляю вам вторую часть моих историй из детского лагеря. Приятного просмотра. Думаю, большинство из вас смотрит это видео ради истории про дискотеку. Кто не в курсе, о чем я, посмотрите сперва первую часть. Она веселая. А я о ней буду тянуть и сразу перейду к делу. Как уже было сказано, последний вечер в лагере мы с друзьями отметили у вожатых, опрокинув по рюмахе водки. Да, всего по одной рюмке. Во-первых, нам больше не дали. Сколько лет было? В то время и этого было достаточно. Не знаю, мне кажется, лет 14, наверное. ...почувствовать себя неуязвимыми. Так вот, под этим допингом мы решили сходить на дискотеку, которая была уже в самом разгаре. Конечно, там было не так жарко, как в моем инстаграме. Да, сегодня я решил прорекламировать себя. Подписывайтесь на мою инсту. Иногда там даже фотки какие-то появляются. Также рекомендую... Михаил Закатон. ...наше блогерское сообщество Топ Бро. Там тусуются все топовые аниматоры русскоязычного... ...включая меня. Постоянно публикуются самые свежие новости, ролики про анимацию, а также творчество наших подписчиков. Все подробности узнаете там. Ссылочки на мой инстаграм и сообщество Топ Бро в описании. Поначалу все шло спокойно. Мы немного поплясали, а когда включили медляк, меня даже пригласили на медленный... ...кто-то, а вожатая, которая мне нравилась больше всех. Не знал, как реагировать, и я был очень рад и в то же время сильно смущен. Еще друзья, блин, подливали масло в огонь своими... У Заки есть подружка, у Заки есть подружка. Не хочешь потанцевать? Я с удовольствием. Второй начнет. И вроде все шло неплохо. До одного момента. А именно, когда один из наших решил, что этот лагерь должен нас запомнить. Пацаны, я пошел, прикройте меня. Эй, ты куда? Выключится. Хулиган. По-моему, что ты не то дернул. В общем, этот пьяный придурок вырубает всю аппаратуру в здании. Сказочный дурак. Он просто хотел выключить светомузыку на пару секунд и включить ее обратно. Вот это ударь. А обратно ставить не смог, ибо стало слишком темно. Я знал, что кто-то из старших уже пробирает... Надо было, чтобы это шло. Уже это шрек. ...увидят у штекеров еще и под горячительными напитками, то влетит каждому, так как нашу банду там все знали. Испугавшись праведного гнева родителей, которым по-любому о нас сообщат, мы решили что-то предпринять. Увы, не придумали ничего лучше, как просто свалить оттуда. Ага, гениальная идея. Учитывая, что нас там уже и так все видели. Пользуясь суматохой, мы медленно начали двигаться в сторону окна, так как дверь была... О, вот она! Шрек. ...покончик пришлось бросить. Мы бы все равно его там не нашли. Все. С миром, дружище. Окно находилось достаточно высоко, но мы знали, что на той стороне пристройка, по которой мы сможем спуститься. Зачем так сложно? Это план побега. Почему тебя вы сейчас... А, дверь же захоронялась. ...покончик сзади. Стоя на цыпочках, упершись в лавочку. Казалось, спасение близко, но, увы, нашему плану было не суждено сбыться. Свет неожиданно включается, и перед всем встает эта картина. Думаете все? Ммм, если бы. Оказалось, что та опора под Максом была колонкой, а лавочка, что подо мной, начинает ехать в сторону. Я виснул на колонке, и, увы, выдернула... Отрываю. Да. Она была не в состоянии. Оказавшись на полу, мы осознали, что нам, скорее всего, полный пиздец. Теперь да. И так и было. Нас сочетали по полной, а на следующий день рассказали все родителям. Но нам знатно повезло с другой стороны. Это все равно был последний день в лагере. Так что санкций никаких не последовало. Кроме серьезного разговора дома. Самое интересное... У Саубати, конечно, огонь. Там запомнили. Ну что, еще 300 тысяч лайков, и будет третий ролик, посвященный этому лагерю. Правда... Еще прям третий. Угу. Там столько историй у него. Да. Как он все это помнит? Он так классно все как-то подает. Да. Интересно. Слушаюсь. Как в таком ключе. Именно снимается. Такая рисовка еще смешная. И еще мемчики все время такие вставляет. Вначале ты сделал еще клипак. Вообще зажигательный. А если вам понравился ролик, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.